Христос посреди нас, мои родные, любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радоваться, веселиться и возрастать в познании Господа Исущего над всем и неизменно в своих помышлениях, словах и делах и воле благого Бога, имя которому одно – любовь. И любовь эту свою явила нам от начала сотворения, от начала времен сотворения мира, всех нас приведя в бытие, каждого в частности, все человечество, благотворя нам и до нашего покаяния, и после покаяния, и в теле, когда хотел по земле, и, так скажем, сокровенно, в образе Отца Небесного или сейчас Духа Святого, всегда с нами. А, так скажем, верх безумия, я бы сказал, своей любви, он явил, конечно же, на кресте, ибо крест Христов для погибающих и уродства есть, а для нас спасаемых надежда, сила, радость, счастье, путь, истина и жизнь. Давайте помолимся Господу, и кое-что я поговорю. Господи, Иисус Христос, Господь мой, Бог наш, неизменный в слове Бог, благослови, пожалуйста, всю трансляцию, уста говорящего, уши всех слушающих и блаженной руки всех печатающих, и да прославишься ты, Господь мой и Бог наш, пришедший во плоти, и отдавшую жизнь свою до искупления многих, явивши любовь свою, даже до креста. А воскресеньем своим, открыв нам божество свое, и что имя твое есть имя Бога, ибо ты, Отец и Дух Святой, одно. И да откроется, Господи, помышление многих сердец, и узрит всякое плоть, славу и величие, но самое главное, божество твое, воскресенье твое, и будут на тебя уповать все народы, теперь и уже всегда, и во веки веков. Аминь. Христос посреди нас, братья и сестры, Бог живой, помните это. Хотите что-то понять? Хотите, исцелиться? Хотите, нуждайтесь в защите? Требуется вам пища или радость? Всегда обращайтесь к Господу, ибо Он есть начальник жизни, и причина, и податель всякой радости. Это не мои зверуны. Всегда тут со мной лазят. Как услышат мой голос на проповеди, избегаются овечки. Хоть кто-то меня слушает. Моё бессловесное стадо. О чём хотел поговорить-то? Вот так вот заговорился и забыл. Ролик-то на какую тему хотел писать. Ну, давайте поговорим. Я, в принципе, хотел записать ролик о том, что заповедь Божья одна, а дел его много. Я такой хотел, но что-то я не помню его, уж не его. Заповедь Божья. Что такое заповедь? Заповедь это вот уходит, да, как сам Господь говорил, господин из дома, и оставляет какой-то наказ. В принципе, Господь-то нам ещё от начала времён самому Адаму сказал, что ты человек создан по образу и подобию моему. Ну, представьте, вот Господь такое говорит через Моисея, да, народу. Ну, что человек может понять, что Бог такой же, как я, человечишка, с такой же смертной. Вот люди смотрят на себя. Такие же немощные, больные, голодные. Вон народ-то израильский ходил там по пустыне. А тут Моисей говорит, вы образ и подобие мой, да? Заповедь Божья одна. Бог есть любовь. Бог не молитва. Он никому не молится. Бог не постится. Бог не воздерживается. Бог не читает Библию даже, представляете? Говорит, я свят. Будьте святы, как я свят. А он даже Библию не читает, представляете? Какая же тут святость. Он в собрание не ходит, представляете? А что он делает? А он благотворит всем. Бог дает жизнь. И дает даже жизнь недостойным. И каждому человеку, даже самому негодяю, подает всякое потребное человеку для жизни, веселья и благочестия, чтобы он мог в него вырасти. Бог есть любовь. Заповедь его, как Лука сказал, написав первую книгу, и когда писал вторую книгу, книгу «Деяния апостольских», пишет, что первую книгу, где написал о том, что делать, чему учил Иисус. Учил Иисус одному учению, одной заповеди. Любите Бога и ближнего. Но это для внешних, потому что себе он славы не искал. Но перед тем, как ученикам сказать, что кто любит меня, тот пусть любит и всех вокруг, он сказал, я и Отец одно. Его спросили, Фома его спрашивает, покажи нам отца. А он говорит, я и Отец одно. И говорит, кто любит меня теперь уже, потому что я есть Бог. Соблюдите мои заповеди. А заповедь моя та, чтобы вы любили друг друга. Все. Учение одно. Учение одно. Заповедь одна. А дел много. Поэтому Евангелие, это книга жизни и учения Иисуса Христа. Учение мы поняли, поняли. Господь один раз говорит, какая его заповедь. В двух разных образах. Опять, для внешних и для внутренних. Для внешних они любят невидимого Бога, ну и пытаются любить ближнего, как само себя. Как мы видим, у всего ветхого человечества, и у современных, и у девухристиан, и языческих, и у деву язычествующих христиан, это не особо, что это получается. Но своим, кто сидит на прощальном ужине в горне со Христом, те люди знают, что Христос есть Бог, потому любящий Бога должен любить ближнего. Потому что если он любит действительно Христа, никакого неведомого Бога, тот любит всех. И вся остальная книга, кто начнет Евангелие читать, это дела любви. Причем и словами, и Господь делами сначала делает, и учит словами. Все, вот, а как же, вот заповедь не прелюбодействует. Да это дело любви, потому что прелюбодеяние это уже акт. А заповедь это свойство, это природа, цель и Богу уподобление человеку, и цель, данная Богу человеку. Это свойство его души, это образ и подобие Божие, это то, что Господь говорил, будьте Боги, будьте как Боги, будьте Богами, будьте святы. Заповедь это конечная цель. Бог есть любовь, и мы должны стать абсолютной, совершенной любовью. Все остальное это дела любви, дела любви, не прелюбодействуй. Дело любви, конечно, если ты прелюбодействуешь, ты же ненавидишь свою жену, никто просто так на сторону не побежит, никто причинять боль своему ближнему не будет. Блуд это боль ближнему, боль ближнему, это дело не любви, дело не любви. Верность это дело любви, дело любви. Накорми голодного, Господь говорит, это что заповедь, это дело. Он говорит, делайте, делайте, делайте. Почему Господь о себе говорит, что он не истина, путь и жизнь, а что он путь, истина и жизнь? Ты сначала делай, потом ты познаешь истину, и эта истина сделает тебя свободным или жизнь даст. Это одно и то же. Господь разное употребляет слова и символы. Почему Господь, выходя на проповедь, не кричит, любите Бога и ближнего, а говорит, делайте дела любви? Он сначала говорит не о заповедях, а о делах. Почему Иоанн Креститель, как первый образ совершенного христианина, совершенного проповедника, говорит, покайтесь и не веруйте в Евангелие, а покайтесь, сотворите дела достойной покаянии и веруйте. Мы, покаявшись, начинаем творить дела любви, дела. Мы начинаем жить тем, что нам сказано. Мы узнаем истину веры от слышания. По этой вере начинаем жить. И тогда человек действительно, чем больше он живет делами, упования любви, тем больше он познает Бога. Тем больше он познает, что да, Бог есть истина. Бог есть мое существо. Бог есть моя природа. Я, любя, иду правильно. А не любя, иду против палки острой, наточенной. Поэтому заповедь одна. Заповедь – это Божье тебе указание, Божья цель, Божий приказ, если хотите. Божья потенция в тебя заложена – стать Богом. Он об этом сказал Адаму, человеку первому сотворенному, что ты – образ и подобие мое. Вот тебе задача на жизнь, вот тебе цель. А я есть любовь. Поэтому твоя задача – стать Богом, стать любовью. А стать ей можно только любя ближнего. Естественно. Поэтому в братолюбии, как хорошо, Петр говорит, открывается любовь. В вере, добродетель, в добродетель, рассудительность, рассудительность, терпение и прочее, прочее, прочее. А в этом во всем – в вере вашей братолюбии. А в братолюбии тебе открывается любовь. Твоя природа раскрывается. Царство небесное исходить, как только они называют. Таким образом, Петр говорит, вам откроется вход в Царство небесное Иисуса Христа. Но Господь говорит, что Царство Божие внутри тебя есть. Значит, оно раскрывается. И это Царство любви украшается, раскрывается. Ты точно так же, как Бог делал землю и рай. Твой, вот, земля, твое тело, твой рай, твое сердце делается. И туда теперь, как Господь ввел Адама в этот рай. Теперь Бог, наоборот, входит, когда ты ему приуготовляешь. Место чистое, сердце чистое, рай чистый, красивый. И туда, то есть, не ты входишь в это Царство небесное, а Бог входит в твое Царство небесное. Новый Завет надо понимать и телесно, и духовно. Да, и мы, как бы, войдем, на самом деле, мы же в теле сейчас живем. Мы будем жить в теле потом. И мы, конечно, войдем, опять будет, будет новая земля, новое небо. Но надо, чтобы сюда вошел Бог. Поэтому Царство небесное, и ты в нем входишь, свободный вход. И Богу ты открываешь беспрепятственный путь. Святой жизнью, сердцем любвеобильным, чистым. Чистым, что такое? Это чистые мысли, святые, добрые мысли. Они грязные, не злые. Чистота – это не пустота, а чистота, когда все прекрасно и красиво. Поэтому заповедь одна, а дел много. Дел много, да. Не делай это, делай то. Это дела. А заповедь одна – быть Богоподобным. Господь об этом говорит все время. Внешнем Он говорит по-внешнему, в котором все в притчах. Он им и говорит. «Любите Бога и ближнего». Но это, я говорю, никто страхом, к сожалению, люди не спасаются. Хоть ты тресни, хотя и сам Господь пытался все время показывать, что хоть это и дает два пути, но путь страха никуда не ведет. Ведет в ад все время. Запад всем известен от начала бытия. И все равно все люди вон глотки друг друга режут. И только когда люди понимают, что надо добровольно избрать, принять это Божий промысел, Божий замысел, а по сути Божью природу. Бог есть любовь. Поэтому заповедь одна, одна в Евангелии. Для внешних Он ее разделил на две. Как всегда, потому что внешние люди. Его в каждом Евангелии синаптическом, там специально промыслительно, я думаю, написано по-разному. Где там законник, где там книжник, где там фарисей, я не помню, по-моему. По-моему, фарисей, книжник и законник в трех разных Евангелиях спрашивали. Либо не ученики спрашивали. Там специально это на этом акцент сделал. Какая заповедь? В одном месте даже сам этот книжник Господь говорит, как читаешь в законе? Он ему хворит, да, любовь к Богу, ближнему. Вот есть заповедь наивысшая. Он говорит, ну правильно ты читаешь. Иди и делай. Иди. Иди и делай. Все, молодец. Весь закон он ему, книжник сказал. Все, он говорит, молодец. Только он сказал, что ты недалеко только от Царства и Небес. Надо входить туда делами. От того, что я понял еще, еще ничего не значит. Диванной веры еще никто не спасался. Вот так вот. Но уже ученик Аи, когда сидят с ним на прощальном ужине, он им говорит. Его Фома спрашивает. Покажи нам отца. 13-14 глава. Почитайте внимательно. Он говорит, что ж ты столько со мной, вы? Что Петр спрашивает, куда идешь? Он говорит, я есть путь истинной жизни. Фома его спрашивает. Не понимаем, куда идешь. Ну покажи нам отца. Он говорит, я и отец одно. И говорит, кто любит меня, то есть любит отца, значит любит меня, потому что я отец одно. То соблюдите мои заповеди. И не надо никуда бежать, в ветхом зайти и искать. Он говорит, какая заповедь. А заповедь моя та, чтобы вы любили друг друга. Все. И ученики в конце сказано. В конце прощального ужина сказано. Что это не тайная вечер. Никаких тайн нет. Они говорят, ой, Господи, наконец-то. Ты впервые в жизни не говоришь пречи меня. И не нуждаешься, чтобы кто-нибудь тебя спрашивал, потому что он видит их сердца. И все говоришь прямо. Прямо сказал ученикам. Не без всяких шарат, без всяких кабал, кабалы этой еврейской. Не надо нам искать. Не надо ничего из Библии какой-то талму сшивать и там друг другу уши духовными стихами, духовными ножами и мечами рубить. Бог простота, это любовь. Заповедь одна, дел много, да. Сшить носочки. Дело любви, дело любви. Господь говорит, вам сказано, не убивай. Я говорю, даже обидного слова не скажи. И то это в сравнении. И сколько все время говорит. И сам, вся его жизнь это дела, дела. А учение одно, когда его спрашивают. А все остальное его дела, и когда он говорит, эти дела делает. А заповедь сказал один раз в Евангелие. Ну, два раза по-разному. Для внешних, а опять для внутренних. Ну, а внешние обычно далеко не уходят. Вот такая вот заповедь-то простая. Заповедь одна, одна. Для внешних две. Ну, сами понимаете, об одном. Единственная проблема, что это вот начинают любить Бога невидимого. Если бы хотя бы любили ближнего, а начинают любить Бога и ненавидеть человека. Вот это беда. И уповать на него. А Господь говорит, кто любит меня, тот уповает на меня целиком. Об этом все Евангелие Господь говорит. Дела упования. Вот так вот все очень просто и понятно. Заповедь одна. Любить друг друга, если любим Господа. Ибо любящий Бог любит себя, потому что человек есть его образ и подобие. Вот и все. Так что вот так вот. Ну, что, мне кажется, на этом все. Кто этого не видит, честно, я поражаюсь. Это надо быть насколько с закрытыми глазами. Одно слово. Забейте, кто. Сейчас все есть. Сейчас не надо наизусть знать даже новое, даже Евангелие. Утруждать себя. Сейчас есть специальные программы. Зайдите на сайт и найдите разные сайты. Есть кому какой по душе. Вашей конфессии там или еще чего-то, чтобы вы доверяли. И там, пожалуйста, там обычные сейчас поисковики по тексту. Можно вообще просто через какой-нибудь поисковик Google или Яндекс. Ну, можно так. Ну, проще через поисковик по Библии конкретно. И забейте слово заповедь. Вам вылезет, где Господь говорит. Заповедь даю вам. Все вот эти места. Все. Заповедь одна. И апостолы потом то же самое повторяли. Петр говорит, напоминает заповедь Господа, а не заповеди. Заповедь одна. Петр говорит, наша функция проповедником. Напоминает слова прозраков, если кто еще не слышал, когда мы проповедуем. Особенно иудеям или язычникам, которые ищут каких-нибудь ссылок, откуда Христос вообще свалился с небес. Это кем-то было предсказано? Было. Вот мы в пророках находим о его пришествии, пророчества, о его страданиях, о его крестной смерти жертвенной, являющей абсолютную к нам любовь. И его воскресенье. Да. Нужно кому? Мы напомним тому эти слова пророков. Все так сердце чувствует у каждого, кто общается с кем-то, с братьями, сестрами, кто знает там свидетельства их, как они там покаялись, пришли к Богу. Тот знает, что там и без всяких пророков Евангелие слышишь, и все, и сердце разрывается. Вот. И все, и наше дело напоминает заповедь Петр, говорит, заповедь. А Иоанн Богослов опять от Отца Небесного, от имени, говорит в своем послании так, чтобы мы веровали в Иисуса Христа и любили друг друга. Но уже когда от имени Христа говорит, говорит, просто заповедь от Него мы слышали от начала, чтобы любили друг друга. Все. То есть опять показал там два образа, внешний и внутренний. Да. От Отца Небесного, от невидимого Бога, пока люди еще идут только ко Христу, во все времена человечества была, ждали так, в этом был смысл всех пророчеств, веровать во Христа грядущего, по нем. И любить друг друга. Но когда пришло время, исполнилось все, мы уже не от Отца Небесного об этом слышим, сам Господь говорит, кто верует в Меня, ибо Он Отец одно. Вот и все. Так что заповедь одна, заповедь любви одна, а дел любви много. И вся книга Евангелия о делах любви Иисуса Христа. В словах после этих дел Он все время говорил. И нам сказал, сотворите и научите. Я есть путь истинный, жизнь. Мы сначала делаем и познаем. Да, слушай, я вот брату отдал рубашку, а он мне теперь с меня не слазит с шеей моей целованием святым. Да, оказывается, слушай, я вот не обидел человека, не осудил, у меня в сердце мир. Я ни с кем не ссорюсь, да. Вот, ты сначала делаешь, начинаешь, как Господь и начал. Он не начинается проповеди, заповеди о любви. Хотя от начала всем известно, мы образ его и подобие. Будьте святы, Господь говорил еще евреям, как я свят. Бог не изменяем, мы изменяем, мы падаемся и можем возрасти до святости. А Бог не изменен. Он говорит, будьте святы, еще евреям говорил, как я свят. Как Бог, ничего себе, опять я должен быть как Бог. Ну, конечно, Моисей же пишет книгу бытия евреям, говорит, будьте святы от имени Бога, как я свят. Все от начала до конца, все люди будут судиться одинаково. Люди будут судиться по делам, по делам, не по вере, не по постам, не по молитве, а по делам любви к ближнему. По этим делам будут судиться и грешники, и праведники. Ибо воздавать Господь будет и праведникам за их дела. За добрые дела воздаст добрые. Конечно, воздаст. Только эти дела, это, конечно же, бескорыстно, от чистого сердца. Не ради выгоды, не ради тщеславия. Не ради лукавства. Не ради должностей, тщеславия и прочее, прочее, прочее. Действительно, когда человек познает, что Бог есть любовь. Что жить в любви – это счастье. Жить, проповедовать, умереть. И там быть в счастье, и внешне со Христом, и внутренне, исполнившись в полноте Его Духа Святого. Вот. Вот все очень, все Евангелие. Поэтому, конечно же, начинается с дел любви. И в этом вам будет открываться Царство Небесное. В вас исполняться, расширяться, умножаться. Да все одни и те же слова. Познавать будьте, Господа. Делами любви мы познаем свою природу, себя, Бога. И таким образом, и сами входим, нам свободно открывается вход в Царство Небесное. И Господь свободно входит в чистое сердце. Ибо только чистые сердца, а это любвеобильные и исполненные добрых дел сердца, туда только входит Господь. В души лукавые, которые сами собой слышат голос истины и отвергают его. Все рубя всем уши за свои истины в своей голове, за истины своих культов, своих традиций, конфессий. Терроризируя своих ближних исполнением ненужной всякой фигни в жизни. Вместо того, чтобы любить их и учить делами любви. И своими делами, и словами. Вот. А мы все занимаемся неизвестно чем. Так что вот так вот. Так, у меня ураганчик начинается. Сейчас, наверное, дождичек будет сильный-сильный. Жара была всю неделю под 38. Ну что, давайте поблагодарим Господа нашего, любимого, любимого Творца и Родителя нашего, Иисуса Христа. Господи, спасибо Тебе за все. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Спасибо за всю любовь Твою. За то, что привел нас всех к покаянию. За то, что сотворил нас. Подаешь нам каждый день, даже когда мы и падали, и продолжаем порой падать. И все равно Ты любишь нас. И мы в этом уподобляемся Тебе. Взирая всегда на Твою жизнь, которая нам оставлена в Евангелии. Которая передана нам апостолами. И мы также из любви ко всем передаем эту благую весть. О Тебе, Господе, Исущем Боге, пришедшем воплоти. Творящим добрые дела воплоти. Даже до крестной смерти. Этой крестной смертью, явив нам безумие, юродство Твоего существа, Божьего существа. Ибо тем всем нам, которым нужно было наказание, Ты воздал нам любовью, Господи, любовью. Спасибо Тебе за все, Господи, спасибо. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, все Твои благоволения, все Твои благословения, всегда на всех любящих, алчущих и жаждущих Тебя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господь посреди нас, Иисус Христос, сущий и неизменный в Слове Своем Бог. Помните это, братья и сестры. Помните, вы это будете тогда, когда будете творить дела любви, дела упования. Но дела любви без упования невозможно. Тот, кто живет в страхах, что я завтра останусь без пищи, без радости телесных, если все раздам, я-то на что себе пойду, билетик в кино куплю, да? Без вот такой вот аптечки и денег на все лекарства мира, без вот такого вот пулемета и ядерного щита, без вот такой вот библиотеки, и вот такой вот компьютер, забитого всеми-всеми возможными файлами, то такой человек никакой любовь никогда делать никому не будет, и Бог никогда в жизни не познает и пальцем к нему не прикоснется. Вот. Ну все, всех нежно целую, крепко обнимаю. Всех хранит наш Господь Иисус Христос. Всех нас хранит наш Господь и Бог наш Иисус Христос. Все адреса моих каналов наверху, все контакты для связи всегда внизу, я всегда всем рад для общения. Все мои полезные ссылочки на каналы, на плейлисты всегда справа. Пока-пока, до встречи в следующем ролике.